Итальянский Fiat 124 стал для советского автопрома одновременно и прорывом, и проклятием. Седан принес актуальные технологии и решения, но потомков этой модели автоваз штамповал почти полвека. Похожая судьба, очевидно, ждет вазовский Ларгус. Исходную дачу Logan MCV показали публике полтора десятилетия назад, а в 2008 году семейство первого Логана обновилось. В 2012 году уже шестилетнюю модель начали делать под маркой Lada, и первый рестайлинг в качестве Ларгуса ветеран заслужил только сейчас. Известно, что обновленные машины уже покидают конвейер, но автоваз не спешит раскрывать детали проекта. Пока опубликован лишь единственный снимок Ларгуса Кросс, а остальные подробности обещаны позднее. Иллюстрация подтверждает уже раскрытые шпионами факты. Получился гибрид. На оригинальный кузов первого Логана навесили фары, капот и крылья от второго Логана. А вот бампер свой собственный, в духе других моделей Lada. Видов сзади и фотографий интерьера пока нет, хотя мы точно знаем, что передней панелью поделится родственный Renault Duster. Сзади автомобиль-долгожитель, вероятно, не изменится вовсе. В таком виде фургоны и универсалы будут выпускаться еще лет 5-6, а то и дольше. Ведь даже до обновления перелицованный Логан MCV был третий по популярности Ладой. Что вполне объяснимо, другого сарая по таким ценам в России просто нет. Если фейслифтинговый Ларгус встает на конвейер, то автомобили Datsun его покидают. Как подтвердило российское отделение Ниссана, рулившее возрожденным брендом, АвтоВАЗ окончательно прекратил сборку седанов OnDo и хэтчбэков MiDo. Напомним, что под именем Datsun на протяжении последних шести лет в Тольятти выпускались перелицованные Гранты и Калины. Всего свет увидело 145 тысяч таких машин. Это немного даже по меркам российского рынка. С нового года за обслуживание автомобилей, продажу запчастей и соблюдение гарантии будут отвечать продавцы Ниссанов. Хотя логичнее было бы поручить это дилерам Лады. Еще одна загадка – судьба кроссовера, который японская марка пыталась сотворить из старого Duster. Если проект так и дойдет до стадии выпуска, то предстанет на рынке как Ниссан.